Цирк 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 Цирковые люди – народ суеверный. Есть целая куча специальных законов, которые нарушать ни в коем случае нельзя. Например, нельзя переходить дорогу артисту, который выходит в Манеж исполнять номер. Цирк – это храм, Манеж – это алтарь. Вот можно спиной. А Манеж – это тарелка, с которой мы кушаем. Берем хлеб. Можно ли спиной или другими местами садиться на тарелку? Наверное, нет. Нельзя лузгать семечки. Ну, это вообще, по-моему, нигде нельзя. А у нас сборов не будет. Эти неписанные правила передаются с поколения в поколение. Их хорошо знают и воспитанники цирковой студии. Алине Мирошниченко – 11. Только год она занимается цирковой студией. И сама не верит, что еще год назад в ее жизни не было цирка. Мне не страшно вне зала моей сети. Мама хочет тоже, чтобы я была в цирке. А что умеет делать ваш артист? Змеяку любит. Считать умеет. Считать умеет? Да. А можно его... Ой. Можно попросить его, чтобы он сейчас посчитал? Сейчас? Ну, я не знаю, как сейчас получится. А, ну, получится. Стэн. Степа, подожди. Сколько будет дважды два? Еще? Сколько? А ей вообще нравится выступать? Да, очень нравится. Мося, тебе нравится выступать? Мося, скажи нам что-нибудь. Это ребята и их воспитанники из театра зверей «Ноев ковчег». Они сами занимаются дрессурой. Собаки научились у них таблицу умножения, а козы – танцевать. Самый главный клоунский атрибут, по-моему, это ботинок. Они все такие смешные и все такие разные. У каждого клоуна свои ботинки. Вот у карандаша были, по-моему, остроносые ботинки, да? Нет? А какие? Такие же. Такие же? Да, только цвет у него был другой. А цвет какой был? Вообще они классифицируются как вот глины такие вот остроносые ботиночки. И вот такие называют бульдоги. А это бульдоги? Да. Сейчас я бульдог этот померю. Размерчик тут не указывается, но размерчик классический. Начинающие клоуны из детской студии тоже изо всех сил пытались рассмешить публику. Даже первые шаги и репризы, взятые с классики цирковой клоунады, в исполнении детей, зазвучали совершенно по-новому. Цирковой характер – это умение преодолевать страх, перетерпеть боль и неудачи. Настя Пономаренко выбрала для себя канат. Для того, чтобы научиться ходить по этой металлической проволоке, говорит Настя, главное – держать баланс. Сколько ты тапочек порвала, прежде чем научилась ходить по канату? Ой, очень много. Нельзя просто перечислить. У тебя случилось падать? Ой, очень много. Падала. Я не училась, конечно, падать, но я падала. Что тогда? Да. Как себя заставить после падения выйти опять и встать на канат? Я не боюсь высоты, ну, не боюсь проволоки. Ребята осваивают сразу по несколько жанров и вполне в состоянии с успехом провести первое отделение настоящего циркового представления. А самое главное, что в цирковой студии им прививают любовь к цирку, одержимость им, готовность упрямо по-взрослому трудиться день за днем. Мы не уничтожим! Мы не уничтожим! Ууу! На-на-на-на-на! На-на-на-на-на!